Да, была такая система, добровольно-принудительная система православия. И она была, ну, как бы, как знаете, вот Лесков, великий русский писатель, Лесков Николай, он, кстати, в Киеве работал одно время и очень влюбился в Киев тогда он, в конце 19 века это было. Приезжал сюда и работал в архивах, в архивах и в монастырских этих книгохранилищах. И вот и в светских, и в церковных архивах. И он тогда влюбился в Киев, и он его темой, он и как писатель интересовался, и как историк. И вот ему интересно было описать такие исторические, такие в популярной форме, такие рассказы. И вот, и чем больше он изучал тему начала христианства на Руси, крещения Руси, тем больше он разочаровывался. Он был православным человеком, достаточно искренним человеком, но изучая историю крещения Руси, он очень разочаровывался. И написал тогда, он отказался потом от этого цикла, он написал другие рассказы, от того цикла изначально он отказался. Царская цензура, в общем, много что даже и запрещала тогда публиковать. Но он записал следующее, что Руси была крещена, но не просвещена. И он написал, что о самом крестителе Владимире, как раз тогда застал он это торжество, 900-летие принятия христианства. И вот собор был открыт, Владимирский собор, знаменитый, один из самых красивых вообще, тогда в империи во всей собор. И народ собрался, генерал-губернатор, министры всякие. И вот о самом крестителе Николай Лесков написал так, что он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. То есть христианство без Христа. И вот это привело к великой трагедии. И вот система принудительная была, система до самого 1917 года, до этого времени, до марта, ну февраль, февральская революция, когда произошла, когда монархия пала. Так вот, до самой февральской революции уголовное преследование, оно оставалось за выход из православия. Уже были, конечно, не 20 лет давали, а давали уже 5 лет, 7 лет давали. Вот, значит, не больше 10 уже давали лет заключения за выход из православия. Но даже после того, как ты выходил уже из заключения, из мест заключения, ты получал паспорт с метрикой, с разрешением вписать в графу вероисповедания, тогда обязательно графа, допустим, штунда, или штунда-баптистом, или там, или там, молоканин, духобортом, старовертом, не знаю, ну что-то еще мог написать. Вот, значит, но, но, если ты с кем-то из православных начинал беседы о вере и улавливали какие-то мотивы совращения в свое исповедание, это уже были очень строгие наказания. Очень строгие. Там уже не 10 лет было наказание. И вот, когда Керенские временные правительства впервые в истории России тогда, постимперской уже, объявили свободу вероисповедания и полную амнистию, вообще, из свода законов Российской империи, 14-й том был, отдельный том, 14-й том, он отвечал, как раз, были собраны все документы, связанные вот о государственно-церковных взаимоотношениях. Вот, и в этом томе было прописано, что государственной религией является православие, государственной религии именно. И дальше написано было, что главой церкви является, и там курсив шоу свода законов, его императорское величество. То есть он являлся, по сути, и богом, и царем одновременно. Он являлся главой церкви и главой государства. Цезарь-попизм, настоящий махровый цезарь-попизм. И вот Керенский объявил амнистию десятки тысяч евангельских верующих и старобрядцев разных, то есть очень, штундов, молоканы, духовборы, очень разные, вышли на свободу. Некоторые содержались в особо опасных таких казематах, ну, страшных Петропавловской крепости, допустим, вместе с маньяками, убийцами, душегубами и с террористами. Но самое интересное, если амнистии порой распространялись даже на террористов, даже, которые бомбы готовили против правительства, даже на них порой распространялось, на революционеров, на эсеров тогдашних, они более злые даже были тогда, чем даже там эти вот меньшевики, большевики, которые между собой все время спорили. А вот эсеры были тогда вообще радикалы были такие, знаете, просто именно террористы реальные. Вот, даже на них порой распространялась амнистия, но ни одного евангельского верующего не отпускали, ни по одной амнистии, ни по одной, даже самая шикарная амнистия была такая огромная, это было в честь 300-летия дома Романовых, 13-й год, и даже уголовников многих подпускали вообще там, ну, как бы это было высочайшим таким соизволением, как бы. Даже по этой амнистии ни одного евангельского верующего не было отпущено, ни одного. То есть, срок полностью сидел человек. А как же их судили все-таки? Это же не уголовное преступление? Нет, это было уголовное преступление, уголовное, это была уголовщина. Судили по уголовному кодексу, тогдашнему, да. Наказание было очень суровое. В последние годы, 1898-1999 годы, как раз в последние годы 19 века, Лев Николаевич Толстой, я читал его письма как раз, он уже человек немолодой был тогда, и он предпринял такое путешествие в Москву специально, чтобы побывать на судах. Он в Тулу ездил на суды, но здесь судили мужиков как раз этих сел, которые были так или иначе, ну, вблизи Ясной Поляны. То есть, короче, тульских мужиков судили. Вот, в Москве. И вот Толстой сам, он уже был всемирно известным тогда писателем, он обращался к суду, тем более он имел даже юридическое образование, он был чиновником когда-то еще, еще молодым человеком, служил в судах, служил. То есть, он имел практику определенную даже, значит, так вот, он подавал прошения, просьбы, чтобы выступить на суде, но ему было отказано. Он был только лишь как бы наблюдателем этих судов, показательно, против мужиков, значит, которых приговорили к длительным срокам тюремного заключения. 10-15 лет каторжных работ. За что? Толстой, почему он поехал туда? Потому что он был просто в недоумении. Судили этих мужиков по доносам местных священников тульских, которые выследили, ну, используя исповедь, они выудили информацию, значит, у людей. А исповедь, именно выуживая крамолу, всякую смуту, ересь, позволительно было, и даже обязаны были священники использовать для вот таких полицейских мер. Вот, по законам, тогдашним, по законам. И они выудили, кто из мужиков, значит, интересуется Библией, кто читает Библию. За это? За то, что ты читаешь? Да. Просто дело в том, что в кругу семей своих, ну, в одной хате, в одном селе, кроме этой семьи, самой этого мужика, еще заходили соседи. А в других случаях вообще не было никого, кроме, только семейное чтение. Дети и жена. Все, ну, старики еще сидели вот на печке. Вот, и глава семейства читал из Библии. Библии были куплены официально, одобрены, ну, это сенандальное издание, значит, хотя это было, ну, очень маленьким тиражом издание, очень дорогое было удовольствие. Так, одна из семейств продала свою корову специально, чтобы купить эту Библию. Представьте себе, там, через перекупщиков всяких, с популянтов, достали Библию. Значит, в русском переводе, сенандальном переводе, вот, перед тем, недавно изданное тогда еще, вот, и читали в кругу своих семейств. И вот, на судах уголовное, это было уголовным преступлением в то время, было признано официально, вот, с извалением императора, то есть, Николай II наблюдал за этим процессом. Вот, значит, был показательный суд, чтобы напугать всех остальных. Именно в Москве было решено сделать, потому что было обнаружено, что по Центральной России уже много таких прецедентов возникает. И вот, чтобы было неповадно всем остальным, вот, то есть, Библию ты мог даже достать, но просто, чтобы лежала. Вот, просто целовать, просто лежать, чтобы она, ну, святыня такая, да, Божье Слово. А читать, только с позволением батюшки, или же про себя, допустим, да. А как же в семинариях, вот, учили же, они же там, ну, как бы, обязаны были читать Библию? Не знаю, как тогда, честно говоря, сто лет назад, в конце 19-го века, допустим, я учился в конце 20-го века, вот, 88-й, 89-й год, 90-й год. Я об этом рассказывал много, то есть, читать что угодно, но не Библию, что угодно. Я помню, вы рассказывали, прикасили, там, закладочка, но мы это вместе рассказывали. Да, да. Понимаете, значит, подавляющее большинство священников, ну, нет, нет, сейчас, говорят, ситуация меняется. Особенно в Киевском Патриархате. Вот, я узнавал информацию, ну, не буду называть имен, пароль, пароль и явок. Ну, как бы, есть свои уши тоже, и в Киевском Патриархате, и в Автекифаме церкви украинской, на Михаусском, по верхам там. Вот, значит, и говорили, рассказывали уже не раз уже, уже с разных уст слушал, что Библии уделяется больше внимания уже, намного больше внимания, чем в прежние годы. Но, слава Богу, но, конечно же, без духовного возрождения, понимаете, это тоже, чтение малую боль задает. А подавляющее большинство, подавляющее большинство священников, вот, люди духовно невозрожденные, и поэтому, даже если Библию человек и знает, я знал таких священников, особенно в Ленинграде тогдашнем, вот, в 88-м году, они Библию знали хорошо, но были такие убежденные атеисты были, просто в ряде с вопросами. Все. Коммунисты, атеисты, чекисты. Вот. Вот, и поэтому, как бы, понимаете, даже, ну да, это отдельная тема, главное, чтобы не отвлекаться. Так вот, признали уголовным преступлением, и Лев Николаевич Толстой, уже больной, человек возвращался с Москвы в этой кибитке, в этой, значит, там, в своей карете, в этой, значит, и он записывал в свой дневничок такие мысли свои, потом это написал друзьям, вот, что, я не помню дословно, но там такая цитата интересная, я ее в лекциях там поместил, специально даже разместил, значит, что мы называемся, как бы, христианской державой, как бы, страной, да, официально, но как мы можем называться, если мы чтение главной христианской книги называемым уголовным преступлением, и осудили простых мужиков, тем более, что на суде ни семьи, ни свидетели этих чтений, ни сами мужики заявляли, что у них даже не было намерения выйти из православной церкви, просто был интерес, что же написано в Библии, и все. Больше, то есть, был удар, Николай II больше всего ударял, понимаете, по евангельским христианам, по верующим, и больше всего царское правительство опасалось именно того, что божье слово будет распространяться. Даже с террористами было щадящее отношение, и даже с террористом, понимаете, вот, вот, это просто следствие уже одержимости, бесовской такой одержимости, вот, это отдельная тема, конечно, но на семинарах я об этом более подробно рассказываю таких. Так вот, и, так вот, ну, возвращаясь снова дальше, вглубь, все-таки, да, истории, и подойдя, уже будем подходить как раз к, собственно, этой главной, главному переживанию. Пурима уже, то есть, что Бог, он и есть Бог Пурима, и он все равно, вот, тем, кто любит его, да, и призван по его изволению, он обращает во благо все это. Кстати, когда при Керенском освободились многие православные, которые сидели там, простые мужики, за чтение Библии, они уже вышли оттуда уже штундами. То есть, они, во-первых, они поняли, что, даже на судах поняли, что с православием им не по дороге, во-вторых, они оказались в одних камерах вместе с евангельскими баптистами, которые им стали разъяснять слово, про хановцы, там, слово Божье, разъяснять, они вот, все, вот так вот. Так что, многие из них, по сути, стали, ну, первыми ласточками протестантизма, вот, это, ну, сто лет назад. Вот так вот, это вообще история такая была. Хотя, я ни в коем разе не хочу судить всех священников, не все были негодяями, были честные, порядочные священники. Вот, были даже духовно переживавшие Бога, и, да, находящиеся в узах, оковах неправда этой, но, знаете, как Лот, вот, тот, который мучился ежедневно, в душе своей праведной, да, значит. Вот, своя праведность, своя душа, значит, свои муки, вот, как бы, ну, честно говоря, такой... Я не понимаю это, я не понимаю, я... Лот, это, как бы, отец верующих, таких, лотских верующих больше, вот, которые... А что мучиться, что сидишь там в этом суде, вот, ну, понимаете, ну... Выходи и иди, да, ну, вот. Авраам, вот пример тебе, вот, это отец верующих в духе, настоящих верующих. А то подделки. Вот, мучиться, все, ну, хотя Бог и о тех заботится тоже, о таких верующих тоже заботится, конечно. Когда уж там беду жареных, люди тоже... Вот, но, ну, что интересно, в царское время, я говорю, до Елизаветы Петровны, одним словом, запомним, да, были очень жесткие репрессии. Смертные казнили, непосредственно. После были уголовные тюремные заключения, работы, принудители и прочее, но уже не казнили, по крайней мере. Хотя, как сказать, даже в конце XIX века, ну, вторая половина XIX века, точнее, есть пример именно даже убийства, даже за, именно, вот, сами священники, монахи. Вот, последний пример официально задокументирован, официально задокументирован, это в Спасо-Ефимовском монастыре в Суздале, значит, отдыхали. Вот, и тот мужик ничего не сказал им, вот, и, короче, его до смерти запытали. Ему ломали ребра. Описание его трупа, составленное в полицейском управлении, просто ужасно. Как в Средние века, ломали пальцы, снимали кожу, там, все. Вот, было расследование, но самое интересное, это было еще, там, 60-е годы, получается, в основе XIX века, но никого не посадили, никого не привлекли к ответственности, абсолютно, все списали. Вот, значит, но после этого Синод официально пытки до смерти запретил, официально после этого. Было решение такое. Вот, то есть пытки возможны в монастырях, но до смерти нельзя. Вот, а его до смерти запытали. Вот. Это последний, как бы, вот, пример такой.